В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции» и у нас в гостях кандидат исторических наук Григорий Канн, автор, в частности, вот такой книги, она называется «Наталья Климова. Жизнь и борьба». И я хотел бы представить нашу тему. Мы говорим о начале века, о максималистах, таком радикальном течении, которое вышло из партии социалистов-революционеров. Добрый вечер, Григорий Семенович. Давайте начнем с возникновения этого течения. Как это радикальное ядро начало консолидироваться и появилось на политической арене? Ну, тут появилось оно в зачатке этого ядра в 1904 году, и источников было три. Значит, первое – это группа эмигрантов во главе с двумя людьми – Михаил Иванович Соколов и Евгений Лозинский. Так называемая группа аграрных террористов. Значит, ну, Михаил Соколов – крупнейшая фигура максимализма, в двух словах скажу о нем. Значит, он был по одной версии, он родился в селе в одном из селов Емской губернии, по одной версии он был крестьянского происхождения, родители дворовые крестьяне, но есть версия, что он был внебрачный сын одного из помещиков. Значит, он ему покровительствовал помещик какой-то, то ли это был его отец, то ли просто покровительствовал. И он учился, закончил школу земледельческую, потом учился в Мариинском земледельческом училище Саратовской губернии, где увлекся революционными идеями эсеровскими. Вот, секундочку, стоп, потому что у нас что-то как-то корректит микрофон, я вам только у меня. Просто мысль не теряйтесь, сейчас мы еще полную минуту дайте. Да, хорошо. Я пока часы положу, чтобы видеть время, то я могу слишком увлечься. Ничего, ничего. Говорите, Соколов, 50 минут. Продолжаем. Можно. Соколов в Мариинском земледельческом училище, оно было расположено в селе Николаевский городок, создает революционный кружок эсеровского направления, поступает как пропагандист, агитатор, агитирует и среди крестьян. В ноябре 1902-го его арестовывают, отправляют в Самарскую губернскую тюрьму, затем его переводят в местную земскую больницу, и оттуда он в конце марта 2004 года убегает и оказывается в Женеле за границей. И вот там он вместе с публицистом Евгением Лозинским создает группу так называемых аграрных террористов. Значит, основная идея этой группы – это аграрный террор. Аграрный террор. Ну, тут надо объяснить, что это такое. Это не совсем террор, что прямо всех на селе убивать. Ну да, то есть помещиков сжечь там и так далее. Более широкое. Значит, ну это широкая форма протеста. От пассивных форм до вооруженных столкновений. То есть потравы, порубки, захваты имущества, совершаемые общиной. Поджоги и другие повреждения имущества. И убийства действительно помещиков, которые наиболее злостно относятся к крестьянам. Вооруженное нападение. То есть, вначале там была формулировка такая, более жесткая, что убийство помещиков. Потом было несколько скорректировано, что речь идет об убийстве наиболее строптивых и ненавистных помещиков, управляющих имениями. И по этому поводу была выпущена целая резолюция этой группы в ноябре 2004 года. Резолюция вызвала возражения, тогдашняя эсеровская миграция. Они посчитали, что это слишком крайние методы, что мирные методы. В общем, давление признавалось на помещиков, но не такие методы. И ЦК ПСР эту группу не поддержал. И предложил им либо свободу защиты своих взглядов при дисциплине поступков, либо выход из партии. И аграрные, так называемые аграрные террористы, предпочли подчиниться. То есть, они формально остались в партии? Формально остались в партии. Осенью 2004 года Соколов и его единомышленники, они уехали обратно в Россию. И начали, со временем, однако, фактически, они начали действовать самостоятельно, не выходя из партии. А где они действовали? Значит, в основном они действовали в северо-западном крае. В северо-западном крае. Значит, Евгений Устинов издавал органы этой группы «Вольно дискуссионный листок», где пропагандировались их идеи, именно идеи аграрного терроризма. Причем Евгений Устинов, Лозинский, Устинов, это вообще доним. Евгений Лозинский, Устинов, он несколько смягчил первоначальное положение аграрных террористов. Там, например, был убран пункт о поджогах, что имение надо захватывать, но сохранять для будущей революции. Он несколько смягчил формулировки, которые были в начале. Ну и что, крестьяне это где-то поддержали? Значит, Соколов был очень активный человек. Он создавал во всех местах, где он бывал, в северо-западном крае, создавал ячейки крестьянского союза. И действительно, работа шла успешно. То есть, крестьян он пользовался популярностью. Значит, еще такой момент, говоря о Соколове. Он и его группа, и он, и Лозинский, они еще были под влиянием идеи так называемого революционного синдикализма. А это что? Французские идеи, близкие к анархизму. Идея, во-первых, прямой демократии. Не демократии парламентской, а прямой. То есть, прямой управляют представители населения, рабочих. Тогда они только складывались. Окончательно синдикализм сложится где-то в шестом году уже, одновременно с максималистами. И идея замены наемного труда синдикатами трудящихся. То есть, в общем-то, идеи, близкие к анархизму, хотя позднее синдикализм будет развиваться в разных направлениях. И вот эти идеи оказали влияние, они оказали влияние, эти идеи, на Лозинского и отчасти на Соколова. Когда Соколов приехал в северо-западный край, вот тут вот другой источник формирования максимализма. Это настроение эсеров северо-западного края. Тут были очень радикальные настроения. С одной стороны, одним из теоретиков вот этих настроений был такой Родион Анатольевич Бончесмоловский и группа эсеров Белостока. Они были настроены очень радикально в плане фабрика-завода. Вот я, кстати говоря, хотел вас и спросить про этот Белостокский опыт, где рабочие чуть ли не городскую партизанскую войну вели с полицией, да? Это в пятом году уже, да, был даже захват и фабрика-заводов, позднее образовался совет. Вот эта группа, значит, там было несколько человек, которые её создали, в основном это бывшие бунтовцы, и у них была идея немедленного захвата фабрика-заводов и управления ими самими рабочими. Группу, это несколько человек там было этой группы, Бончесмоловский в эту группу не входил. Это Моисей Загейм, Лейба Липа Кац, двойное имя, и Александр Кишкель. Вот три человека, наиболее крупные фигуры этой группы. И вот они считали, что рабочие готовы к управлению предприятием, необходимо немедленно захватывать предприятие. И был в пятом году, в октябре был даже опыт захвата частей предприятий, деятельность Белостокского совета. Она вообще была настроена очень радикально. Они считали возможным даже вооружённую борьбу с владельцами фабрик, которые вызывают полицию. Это вот второй источник максимализма. Это Белосток и настроение эсеров северо-западного края. Тут ещё такой момент важно сказать, что в тот момент программа эсеров ещё не была принята. Был проект программы, опубликованный в мае 2004 года. И в тот момент эти идеи как бы на самом деле не выходили из рамок эсеровских взглядов. Потому что не было понятно, какой будет окончательный вариант программы. Вариант программы, опубликованный в мае 2004 года, там акцент делался на аграрный вопрос, на социализацию земли. То есть ликвидацию любой собственности на землю. Частную и государственную передачу земли в заведование общинам и пользование крестьянам по потребительской норме. Но в отношении фабрик и заводов всё как-то было не очень внятно. И, в общем, было ясно, что ещё может всё измениться. Поэтому это всё было в рамках эсеровской партии. Просто ЦК было недовольна таким радикальным подходом Соколова. И была, конечно, надежда у каких-то эсеров, что и будет поставлен вопрос о социализации фабрик и заводов. Это, да, и настроения, нацеленные на вооружённую борьбу в деревне, на самом деле не пользовались, не отвергались полностью. В частности, сторонником именно таких настроений была Брешко-Брешковская. Она была сторонницей на вооружённой борьбы в деревне, вплоть до убийств каких-то наиболее жестоких помещиков. Но она, тем не менее, от группы Соколова всё-таки дистанцировалась. Она считала, что это не аграрный террор, а политический террор. И она, несмотря на то, что её воззрения были очень близки, предпочла всё-таки сохранить лояльность ЦК. То есть, не было, на самом деле, единства и в ЦК эсеров. А вот в 1905 году, собственно, уже когда начинается такая стихийная сначала революционная борьба после 9 января, как действуют вот эти максималисты? Ну, протомаксималисты. Да. Значит, я ещё хотел поговорить чуть позже про группу Московскую, третий источник. Значит, удалось создать Михаила Соколова достаточно большой крестьянский союз. Связи в деревне были очень большие. И они собрались даже создать что-то вроде совещания членов крестьянского союза. И всё это оборвалось 2 апреля 1905 года в Курске, когда благодаря одному из полицейских агентов полиция вышла на это собрание. Были задержаны большинство членов Крестьянского союза. И Соколов сумел уйти, отстреливаясь от полиции. Но у него, он вообще был такой человек богатырского сложения, очень сильный физически, но у него было, тем не менее, больное сердце. И на вокзале, когда он уже должен был уехать, у него произошёл сердечный приступ. И его схватили с оружием в руках. То есть в тот момент, когда началась революция, Соколов оказался схвачен, и все ячейки Крестьянского союза были схвачены. Это произошло 2 апреля 1905 года в Курске. То есть Соколова развернуться не дали. А вот московская группа, которая... Значит, московская группа – это третий источник максимализма. Третий источник максимализма – это так называемая московская оппозиция. Значит, тут ситуация, которая была в Москве. Ситуация, которая была в Москве. Это... Москва была одной из эсеровских центров. Там сложилась довольно сильная эсеровская группа. Но тут вообще стоит сказать о... Вообще ситуация с партией сыров. Дело в том, что партия эсеров, она пользовалась, существовала на деньги, в общем, фактически всю первую русскую революцию, до 10-го года особенно, существовала на деньги богатых людей. Ну и, в общем, скажем прямо, главным спонсором партии сыров, так называемым условно главным акционером, который давал огромную часть денег, был один из самых богатых людей России, миллионер и олигарх Давид Высоцкий. Это чай Высоцкого, да? Да, он был сын основателя фирмы, который был ещё жив, он умер в 2004 году. И Высоцкий, роль Высоцкого, я немного написал об этом в своей книге, в принципе, об этом почему-то не всегда любят писать, но уже, я думаю, можно сказать. Давид Высоцкий был главным спонсором, акционером и, можно сказать, содержателем партии сыров. Вплоть где-то с 1-го по 10-й год. Но это не значит, что это была карманная партия олигарха. Во-первых, совершенно неясно, почему Давид Высоцкий. Мотивы его могли быть и оделистические, тогда могли быть буржуа-социалисты. Это не наше время. Вполне могло быть, документов не осталось. Во-вторых, собственно, партия-то была всё равно социалистическая, но она не ставила цель в социализацию фабрик и заводов, то есть фабрик самого Высоцкого, чайных. А с их программой политической, аграрной он мог быть и согласен. То есть это не значит, что СССР были как бы партией, выполнявшей заказы олигарха-миллионера. Но, тем не менее, и вообще личность Давида Высоцкого очень таинственная. То есть не осталось его архивов, не осталось прямых документов, как это всё делалось, как он финансировал косвенно. Ну вот, фонды, архивные материалы до сих пор фирмы Высоцкого, хранящиеся в Лондоне и в Израиле, до сих пор, кстати, в частном хранении, никто их не исследовал. Но вряд ли там будет документ или воспоминание Давида Высоцкого, почему он финансировал крупнейшую политическую партию в России. Кстати, финансировал он её не напрямую, то есть поймать его было нельзя. Но, тем не менее, это был один из самых богатых людей России, и он финансировал партию СССР. И так, а в московская группа, да, и кроме того, значительная часть вообще членов ЦК, партии СССР, руководцев были просто родственники Высоцкого. Например, значит, Михаил Гоц, один из создателей партии, Абрам Гоц, это племянники Высоцкого. Илья Фундаминский, крупнейший деятель партии СССР, женат на племяннице Высоцкого. Михаил Цейтлин, видный деятель партии СССР, он племянник Высоцкого. Ну, и, так сказать, количество родственников Высоцкого в партии было колоссально. Ну, по крайней мере, я так понимаю, что он мог, так сказать, повлиять на какие-то вопросы, чтобы его личные интересы, например, не затрагивались. Вот, как вы говорите, там, типа, социализация фабрик и заводов не стала первоочередной целью. Ну, это и так не стало. Вообще, причины, какое было его влияние, какие он оставил условия, они не очень, это всё не очень понятно. Там было действительно в ЦК много его родственников, но это всё были убеждённые социалисты. То есть, это не значит, что они как бы отстаивали коммерческие интересы фирмы Высоцкого. Вот я бы так не сказал. То есть, это всё были убеждённые социалисты, и я думаю, что и Давид Высоцкий руководствовался идеями. То есть, это не были лоббисты экономических интересов Высоцкого. Но дело в том, что московская организация, она особенно контролировалась людьми Высоцкого. То есть, там во главе стояли люди, либо родственники Высоцкого, либо люди, связанные с ними, скажем там. Абрам Гоц, Зинзынов и Вишняк, тесно связанные с этими людьми. И одним из виднейших деятелей организации был просто сын Высоцкого, Александр Высоцкий. То есть, там вот как бы связь с фирмой Высоцкого в Москве была просто настолько очевидна. А настроения там молодёжи, эсеровские молодёжи в Москве были очень радикальные. Они считали тоже, что нужно бороться не только с помещим землюладением, с властью, но и против буржуазии. И, конечно, эти настроения, эти люди им очень не нравились. Уж такая совсем прямая зависимость от олигарха. Да ещё в Москве это чувствовалось совсем, потому что там фактически заправляли... Если в ЦК были, так сказать, многие люди, родственники Высоцкого, то в Москве просто полностью они были все связаны с Высоцким. И, конечно, это их раздражало. И второй момент, который раздражал, помимо идей, московскую, так называемую, оппозицию, это ещё методы, которыми действовали руководители московской группы, прежде всего, Александр Высоцкий. Оружие, деньги, всё распределялось среди своих. То есть, такой непотизм и недоверие к местным структурам. Но это были классические обвинения вот этой всей группы. СССР и сами московские, они с этим спорили. Но думаю, что немалая доля правды в этих обвинениях было, что фактически всё шло сверху, кумовство, непотизм, распределяется всё по знакомству, по личным связям. Потом клановость такая, плюс ещё настроение антибуржуазное. Причём социалистическая партия должна, ну, уж так уж зависеть от олигарха. Ну и что, это довело до какого-то раскола, в конце концов? В конечном счёте это дело кончилось расколом. Это был один из источников максимализма. И немалую роль сыграл и личный момент. Александр Высоцкий распоряжался фактически московской группой, как своей собственностью, не стесняясь. Именно вот бестактность Александра Высоцкого, она играла особенную роль. Вот будь другой человек, более примеряющий, скажем, Фундаминский играл бы там, он тоже был член этой группы, то, может быть, бы не было таких настроений. Александр Высоцкий своей такой авторитарно-бестактной манерой руководства, а у меня деньги, ну, можно себе представить, а у меня деньги, я всё решаю, вот что-то в этом духе, он, конечно, отчасти провоцировал эти настроения. А кто возглавил вот этих родителей? Два человека. Московская оппозиция, там было много людей, но лидерами было два человека, очень незаурядных, это Владимир Мазурин и Василий Виноградов. Вот два человека, которые... Мазурин один из культовых фигур максимализма. То есть, первоначально это был вот скорее вот такой конфликт, больше бюрократический такой. Но тут была идейная понаплёка, что пусть даже Давид Высоцкий там сочувствует социализму, но, ну, что это такое, мы антибуржуазно-социалистической партии, почему мы вообще должны подчиняться какому-то олигарху, да ещё и его сыну, который так нами грубовато руководит. А какую роль они сыграли в событиях осени 1905 года, потом было декабрьское восстание, и там, я так помню, что этот Соколов по кличке Медведь там тоже появляется на баррикадах Пресни. Значит, там что происходит? Дело в том, что Соколов после манифеста 17 октября, амнистия, и в тот момент какой-то иногда совершенно невероятный либерализм вдруг происходит, и дело в отношении большинства арестованных в Хурске 2-3 апреля 5-го года, его прекращают. И освобождают большинство арестованных, но причём Соколова освобождают не сразу. Его взял на поруки адвокат, который внёс за него сумму 500 рублей, его освободили позже. Остальных, тут ещё такой момент, у него была подруга в тот момент, которая играла очень большую роль в Крестьянском Союзе. Вообще Соколов, он такой человек, казалось бы, фанатичный, но во главе угла ставящий революционную идею, но он был такой, жил вовсю, вокруг него были всегда женщины. Он вообще, в двух словах надо сказать, он вообще был человек исключительно харизматичный, Соколов. Очень богатырского телосложения, высокий, красивый, очень богатырского телосложения. Человек огромного такого обаяния и очень привлекавший к себе такой цельности, то есть для него слово всегда сочеталось с делом. И абсолютно храбрый человек, не ведающий страха, и с очень большими организаторскими способностями. Он притягивал к себе людей очень часто, которые не разделяли даже, собственно, его взгляды. Это вот очень характерный момент. То есть за ним шли как за крупной харизматической волевой личностью. И ему подчинялись, вот просто он даже не начинал произносить речи, а уже к нему тянулись. Об этом очень много есть воспоминаний. То есть он был человеком очень большой воли, силы и обаяния. И был прирождённый лидер, человек огромного темперамента, но умевший его подчинить холодному расчёту. Несмотря на крайность воззрений, с людьми он был деликатен. Ну и что, вот он становится одним из лидеров боевиков во время вооружённого восстания в декабре? И вот после освобождения он достаточно случайно приезжает в Москву 4 декабря. И в этот момент, через несколько дней, там начинается восстание. И дальше он становится одним из самых ключевых фигур декабрьского восстания. А к этому времени освобождается Мазурин, который Мазурина арестовали в 2004 году. И в 2005 году, тоже после амнистии, его тоже освобождают. И в этот момент в Москву возвращается и Мазурин. И Соколов является ключевой фигурой. Тут вообще очень сложно понять, кто там на самом деле руководил, потому что был штаб боевых дружин. Туда входили человек 6-7, даже иногда историки спорят, кто туда входил. И считается традиционно, что начальником штаба был большевик Литвин Седой. Но в этот штаб по всем воспоминаниям входил также и Соколов. В этот штаб входил ещё один будущий максималист, больше теоретик, Ривкин. Но входило ещё несколько меньшевиков, большевиков. Там количество членов штаба оспаривается. Но роль Соколова была огромной. И некоторые пишут, и мемуаристы, тут мемуаристы расходятся, что Литвин Седой был начальник штаба, а Соколов был командующий. Но, правда, Литвин Седой изображает в своих мемуарах, что Соколов был его просто помощник. Причём в мемуарах Литвина Седова, по мере удаления от 1917 года, он всё время роль Соколова преуменьшает. То он играл крупную роль, то он просто там помощник. То есть, мемуары Литвина Седова, они с каждым годом, там многое в оценках меняется. И роль Соколова, он резко преуменьшает. Ну, это как всегда было в советской исторической науке. Ну, хорошо, вот это восстание, оно было неудачным, а не там кто-то погиб, кто-то разбежался. Это как вот эти, так сказать, протомаксималисты или уже максималисты переходят к, так сказать, такой бурной террористической и экспроприационной деятельности. Ну, я хотел, можно сказать, два слова. Да, да. Роль Соколова в момент восстания, потому что именно там он приобретает всероссийскую известность. Он ведёт себя как очень талантливый военачальник. Во-первых, он очень храбрый человек. То есть он всегда во всех боях, во всех столкновениях с войсками, он всегда впереди. На всех перестрелках с казаками, везде он впереди. Потом он в некоторых случаях выступает как военачальник. Он вот вёл дружину в бою около Ваганевского кладбища, был ранен, голову осколкнула кирпича. Потом его отвели в штаб поставших, перевязали голову. Он пришёл в себя, потом, как только он пришёл в себя, опять отправился отбивать наступление правительственных войск и сумел добиться успеха, нейтрализовать пушку, которая стреляла. Потом в другом случае, в бою около Лагетического сада, он там вообще устроил целую засаду для казаков. То есть казаки начали разбирать находившиеся там баррикады. И Соколов разделил дружину на две части и рядом, с одной стороны, подальше поставил дружину с плохим оружием, поближе с хорошими револьверами. Когда казаки приблизились, первая дружина издали открыла огонь плохими револьверами. Ну, казаки решили, что опасность нет, нет, разобрали первую баррикаду, и тогда открыла огонь вторая дружина, рассеяла казаков. То есть он показал себя как просто хороший военный. И популярность он проиграл огромную и среди рабочих, и среди повстанцев. Вот, собственно, до этого он был известен больше среди крестьян Курской северо-западной губернии, а вот после московского восстания он стал лидером части революционной России, потому что он приобрел огромное уважение, и вот был душой восстания. Ему приписывались уже подвиги, легенды, не было ни одного случая, чтобы кто-то не выполнил его раздания. И тогда его прозвали «Рабочий медведь», и вообще прозвище такое. Хотя на «Медведе» он покуш не был по внешнему виду, но это именно вот сила характера. Мазурин тоже был активной фигурой этого восстания, но Мазурин, он терпеть не мог любые властные прерогативы. Он был просто командир одной из дружин, он ни в какой штаб не рвался, но за ним тоже шли, он был очень популярен среди рабочих. То есть участвовал в восстании виноградов. То есть Соколов приобретает всероссийскую известность как один из самых харизматических лидеров декабрьского восстания. Ну а вот этот поворот действительно к яркой деятельности 906 года, как он происходит? Это подготовка экспроприации и так далее. Значит, после восстания объявляются максималисты не сразу. Ожидался съезд ПСР, и была надежда, что партия примет радикальную программу, где будет социализация фабрик и заводов, где будет признание аграрного террора и так далее. Съезд ПСР в январе 6-го в Финляндии, на котором присутствовало двое будущих видных максималистов, Рыс и Ривкин, принимает относительно умеренную программу. Там в начале в этой программе предисловие, вступительная часть, где говорится, что резко такие радикальные полумарксистские положения, вплоть до революционной диктатуры рабочего класса, под которые, по ней, разумевало, что это будет соединение и крестьянства, и интеллигенции, и самого пролетариата. Очень радикальная вступительная часть, но сама программа относительно умеренная. Борьба за политическую свободу, демократию, парламентализм, политическая часть, аграрная программа социализации земли, а рабочая программа, 8-часовой рабочий день, охрана труда, улучшение условий рабочих, но никакой социализации фабрик и заводов там в помине не было. И после этого, плюс, конечно, понятно, что партия существует во многом на деньги Давида Высоцкого. И после этого решили будущие максималисты создать свою организацию. Причем Соколов одно время вступил в боевую организацию партии сыров и участвует в выслеживании Дубасова в Москве. Хочет отомстить за подавление московского восстания генерал-губернатору. Я напомню слушателям Эхо Москвы, у нас в студии «История», кандидат исторических наук Григорий Канн. Мы говорим о социалистах, революционерах, максималистах. У меня маленькая просьба в студию, если можно, водички потом принесите. Давайте продолжим действительно вот этот поворот к террору. Сначала к экспроприациям, наверное. Значит, сперва конференция небольшая, где, собственно, было основоположное, создали максимализм, она прошла, небольшая конференция, в конце февраля или начале марта 2006 года. Причем не было объявлено, не было какого-то куменики, что мы создали максималистскую организацию. Просто они постановили вести независимую от ПСР агитационную боевую работу. И планировалось не заявлять о своем раскуле, пока не будет совершены крупные террористические акты или опыта вооруженного восстания. Но реально очень скоро стало известно. Ну, в России все секреты, ничего не тайна. Реально очень скоро стало известно, что уже появились максималисты. То есть конец февраля, марш 6-го. Относительно этой конференции не совсем понятно, где она прошла. И вроде был там создан Центральный Совет, куда вошло 5 человек. Соколов, Мазурин, Виноградов. Ну, точно непонятно аж сколько туда вошло. Виноградов, 4, то ли 5. Виноградов, Рыс. По крайней мере, вот 4 человека туда вошли как ключевые фигуры. После этого стал вопрос о деньгах. Как обойтись без денег Высоцкого? Эту проблему решил Мазурин. 7 марта 6-го года вечером захватила группа Мазурин на Московский банк взаимного кредита на Ильинке. Бескровно. И они, нейтрализовав охрану, похитили 875 тысяч рублей. Ну, это грандиозная сумма для того времени. Грандиозная. Все. Это сразу был решен вопрос, как обойтись без денег олигарх. Причем бескровно. Ну, история этой экспроприации интересна, но не буду сейчас на ней останавливаться. Ну, хотя бы пару деталей. Ну, пару деталей, конечно. Да, кстати, по многим данным, в этой экспроприации участвовал Соколов, руководил Мазурин, и Соколов лично участвовал. Но это были люди вот из московской оппозиции, причем, конечно, это все держалось железной волей Мазурина, потому что один из участников, один из, кого взяли в тот момент, участвовал в этот момент, был в банке, он говорил, что его поразило, что у многих участников экспроприации, которые держали револьвер, одновременно дрожали руки. То есть, конечно, страшновато им было. Но Мазурин вот умел, он был человек не менее харизматичный, чем Соколов. Но они угрожали взорвать банки, я так помню, да? Нет, они ничего не угрожали, они просто потребовали выдать им деньги, сказали, чтобы охрана вела себя смирно, все подняли руки вверх, приказали принести им нужные все деньги. Нет, так что в момент угрозы взрыва не было, нет, этого не было. И дальше, так сказать, им отдали деньги, и Мазурин забрал. Причем в окно было видно, что люди подняли руки, но никто, прохожим было видно, но никто не обратил внимания, один потом объяснил, непонятно, может, какую присягу приносили, никто ничего не понял. Ну, а деньги эти распределили между разными организациями, я так понимаю, что не все досталось максималистам. Не все, так, у меня было вообще расписано, сколько кому досталось, но, в общем, максималистам досталось, по-моему, 200 тысяч из 875 тысяч, по-моему, 200 тысяч досталось максималистам Мазурин. Мазурин тоже максималист, просто на деятельность максималиста в Петербурге ушло 200 тысяч, часть ушла на Мазурину. Значит, они надеялись, Мазурин и Мазурин надеялся, что ИСР за ним пойдут. И была довольно странная история, когда предлагались деньги другим ИСРовским организациям, что уходите от ПСР, мы будем вас финансировать, переходите к нам. То есть, можно сказать, фактически это была попытка переманивания. Ну и что, они начали готовить сразу же покушение на премьера-министра Столыпина? Нет, нет, совсем не сразу. А как? Значит, в общем, максималистам ушло довольно много денег, непосредственно максималистам. Вообще, московская оппозиция, которая вышла в январе 6-го из подчинения ПСР, она не вся ушла от максималистов. То есть, Мазурин считал себя максималистом, но ряд людей из этой оппозиции не считали себя максималистами. Часть потом вернулась к СССР. В общем, деньги частично расплылись по разным организациям, но максималистам ушло довольно много. Максималистам ушло по разным подсчетам от 150 до 250 тысяч рублей. Значит, Сахалов перебирается в апреле 6-го года в Петербург и начинает, еще, собственно, нету, фактически не собрался сам Союз, но он начинает, решает начать создать свою боевую организацию. Боевую организацию, но мы будем действовать, как он считал, по-другому, не так, как боевая организация СССР. И он создает в середине мая 6-го года, было учительное собрание этой организации в Терриоках, ныне Зеленогорске. Потом еще новое собрание в конце мая, начале июня. Он создает боевую организацию, сокращенно БОМ. Термин вел историк Дмитрий Борисович Павлов. С тех пор она используется. И это как бы часть максималистов. То есть, это не значит, что они только этим и занимаются. Значит, там в первом собрании участвовало 25 человек, потом 35 человек, потом в организации очень многое количество людей увеличилось. Был создан исполнительный комитет этой боевой организации, туда вошло 5 человек. В том числе туда из тех, кого я называл, туда вошли Соколов, Виноградов, Загейм, Рыс, еще такой Василий Михайлов. По мере выбывания членов туда еще входили несколько человек. Фактически, конечно, руководил Соколов. Еще такой момент, это относится особенно к БОМ. Очень много членов БОМ вошли туда просто из желания работать с Соколова. Или из дружеских отношений с другими руководителями БОМ. Это очень поражает в этой организации, что там было много людей, которые даже не совсем были максималисты, иногда даже совсем не максималисты по взглядам. То есть, просто они шли за харизматичным лидером, желали активной борьбы с правительством. А в СССРовские боевые структуры центрального значения вообще было сложно попасть. Там был долгий предварительный отбор, бюрократия. А тут было легко. И очень много, например, в БОМ входило людей из Рязани, из Рязани был Виноградов. И фактически все рязанское студенческое революционное землячество, знакомые человек 20, если не больше, знакомые с гимназических лет, с юных лет, они вошли в БОМ. Причем значительная часть не особенная разделяла идеи максималистов пост, просто потому, что там были их друзья. А вот практическая деятельность. Они там и лабораторию сделали, и рысаков купили, и там, как тогда говорили, мотор завели. И, в общем, с размахом, я так понимаю, эти деньги тратили. Значит, планы были грандиозные. Планы были грандиозные. Значит, убийство Николая II Столыпина, Каульбарса, командующего войсками Одесского военного округа, отставных уже премьер-министров Витта и Дурнаво, их считали виновными за подавление декабрьского восстания, главного военного прокурора Павлова, одного из адептов самого жестокого военного правосудия, и бывшего министра юстиции Акимова, еще тогда не ставшего представителем Госсовета, которого тоже считали виновником подавления декабрьского восстания. Планы были грандиозные. Значит, были куплены действительно и рысаки, и автомобили, но первое их дело, которое они хотели организовать, это нападение на Государственный совет. Это предполагалось вот в июне-июле. Значит, идея вообще... У Соколова были очень грандиозные планы, и что проявилось именно в период, когда он руководил бомбой. Проявилась его отрицательная черта. Он абсолютно... Легкое отношение к человеческим жизням и своих членов организации, и посторонних во время покушения. То есть, когда погибали посторонние, когда в планах как бы был вариант, чтобы погибли посторонние, это было во всех боевых структурах, это было и в народной воле, это было и в БО, и в СССРовском, и в организации СССРов. То есть, в той или иной степени такие случаи бывали везде. Но всегда это всё-таки тяжело принималось, такие решения, смущались, вызывало смущение. То есть, это было всё-таки скорее исключение. У Соколова это правило. То есть, то, что в других случаях это исключение, у Соколова это правило. Он, в принципе, у него был принцип. Это, кстати, очень возможно, шло после подавления Декабрьского восстания очень жестоко. Возможно, что это была такая ответная жестокость. Скажите, ну, хорошо. Они Государственный совет, тем не менее, не стали захватывать, а занялись подготовкой взрыва дачи Столыпина. Они хотели захватить Государственный совет, им удалось обследовать Государственный совет. К этому времени в организации появилась Наталья Климова, отец которой был член Государственного совета. С её помощью, Соколов и Климова, они проходили в Государственный совет, обследовали здания и решили, что захватить, предполагалось захватить назначенных императором членов Госсовета, взять их в заложники и поставить ультиматум перед императором о выполнении самых крайних требований, чтобы император отрёкся от престола, вёл в стране народное представительство и сдал закон о социализации земли, фабрика, заводов. Вот такой был план. А при отказе взорвать Госсовет вместе с собой. Классический план Соколова. Не жалел ни своих, ни чужих, потому что погибли бы при этом и те члены Госсовета, которые были представителями левых направлений. Избранная половина членов Госсовета избиралась. Значит, потом для захвата Госсовета не хватало людей. Решили выписать людей с юга, 60 человек. Значит, пока все эти подготовления были, была распущена Госдума, и после этого Соколов решил изменить план действий в Совете. Решил, что туда войдут 6-7 членов БУМ, которые просто взорвут себя с членами Совета. Однако был затем опубликован указ о приостановлении заседания Совета до февраля 7-го, и весь этот план был отменен. И этим боевикам бомбы у них должны были быть закреплены в виде поясов. Они должны были туда ворваться, взорвать себя и взорвать Госсовет. И этот план был отменен. Ну, и тогда уже решили, значит, Столыпина действовать. Тогда Соколов решил, что надо, значит, убивать Столыпина. Там еще было два, между Госсоветом и взрывом дачи Столыпина, там еще был один теракт неудавшийся, это попытка убийства Каульбарса. Ну, не удался он. Значит, решено было, ну, вот пишет потом Климова, мы решили убить Столыпина во что бы то ни стало. И так как были уверены, что исполнителей в помещении министра допущены не будут, то изготовили разрывные снаряды особой силы, весом по 16 фунтов, более 6,5 килограмм, которые должны были совершенно разрушить строение дачи. И дальше вот она пишет, конечно, мы не могли не знать о моглащих быть случайных жертвах ввиду того, что 12 августа был прием министра. Хотя решение принести в жертву посторонних лиц сдалось нам после многих мучительных переживаний, однако, принимая во внимание все последствия преступной деятельности Столыпина, мы сочли это неизбежным. Ну, я думаю, что... И как это все происходило? То есть, вот они туда приехали и взорвали себя прямо в приемные эти три человека, да? Да, да. Но я думаю, кстати, вот эта фраза Климова, что скорее она имела в виду себя, потому что у Соколова все планы вот такого рода безжалостные. Значит, три человека со специальной квартиры, которая сняла Климова на Большой морской улице, одеты в жандармскую форму, подъехали 12 августа в 15.08 на ландок дачи премьера, в день, когда он принимал посетителей. Вышли, два человека были одеты в форму жандармскую, один человек в штатском. Они несли с собой кожаные портфели одинаковой формы. Они приехали с опозданием на 8 минут, прием должен был, записный прием должен был закончиться в 3 часа дня, они подъехали в 15.08. Им сказали, что уже принять в этот день нельзя, их не примут в этот день. Но они все-таки решили остаться, и дальше они хотели войти в следующее помещение, но вызвало подозрение. И по одному варианту, по одной версии, что форма не совсем соответствовала, по другой версии одинаковые портфели, накладная борода, там свидетели, которые при этом были, если кто остался в живых, они были сильно изранены, контужены, поэтому показания их очень расходятся. И когда ясно было, что их могут задержать, они подошли к проходу из вестибюля первую приемную, бросили вверх портфели, и дальше взорвалось 3 огромных бомбы. Значит, в результате большая часть здания взлетела на воздух. Погибло в этот день 24 человека. Еще 7 человек умерло от ран, всего пострадало 60 человек. Пострадали все, находящиеся в этом здании, кроме одного человека, кроме Столыпина. Он единственный из всех, ради которого все было сделано, ради чего его убить, он единственный вообще не пострадал. При этом жестокое было очень покушение, потому что среди погибших были ни в чем не повинные просители, в том числе беременная женщина, женщина с ребенком 6 лет, «Няня-детей Столыпина», это 19-летняя девушка. То есть очень много погибших. Аня-детей Столыпина тоже пострадала там. Пострадала потом, потом пришла в себя. Соколов стоял в 100 шагах от взрыва, от дома, и он тоже был ранен осколком в руку легко. И когда он увидел, что та часть здания, где был Столыпин, не взорвалась, первая мысль его была, что надо застрелиться. Он выхватил револьвер, чтобы пустить себе пулю в лоб. И потом не стал это делать, поняв, что на нем держится вся бомба. Что если он покончит с собой, то не сможет существовать организация. Значит, потом Соколова спросила одна СРК, что как же, почему такой жестокий взрыв. И он сказал, что это же в основном свору охранников, их стоило перестрелять каждого в отдельности. Там действительно погибло много чинов охраны. Потом добавил, товарищи жаль. Ну вот. А потом в прокламации было сказано, что большинство погибших при взрыве это лица виновные. Но пострадавшие, что мы, тем не менее, все-таки было сказано, что мы скорбим о пострадавших, которые не причастны к порабощению народа. Но думаем, что эти жертвы и страдания ничто в сравнении с жертвами и страданиями, которые вынес и будет выносить русский народ от руки из столы. Юрий Александрович, у нас до конца первой программы не так много времени. Я хотел вот просто вас спросить, а вы понимаете логику вот этих террористов? Ну, хорошо, взорвали они Столыпина, предположим, назначить нового премьера. Они что, думали, что сразу будет революция из-за этого? Вот где логика поступков? Нет, логика тут понятна. На Столыпина же охотились и сыры, что Столыпин один из системообразующих фигур правительственной политики и с его устранением может... будет нанесен удар по самой системе. То есть, это не просто устранение чиновника, это системообразующая фигура. Они же планировали убить и Николая II. Это же, собственно, Столыпина охотились и члены боевых структур, и сыров. Но эсыры, насколько я понимаю, осудили вот это покушение, отмежевались от него, поскольку много жертв посторонних. Эсыры, да, специальная прокламация, которую писал Азеф. Азеф проявил особую активность в отмежевании. Тут личные цели были, чтобы не подумали, что он как-то виновен к такому теракту. Эсыры в целом осудили, хотя, конечно, были среди эсыров люди, которые тоже считали, что ради убийства Столыпина... Были некоторые эсыры, которые не осуждали, но в целом осудили. Да, такого, конечно, эсыры обычно старались такие вещи не делать. Более того, среди максималистов не все оправдали Соколова. Осуждение преступно-легкого отношения Соколова к террористическим актам в естественной максималистской среде. И Климова, которая участвовала в этом деле, она через полтора года, это будет для нее настолько мучительное воспоминание, что она даже будет думать о самоубийстве, что настолько ее вина перед людьми. Ужасно, что она в этом участвовала. То есть даже люди, которые в тот момент в этом участвовали, потом их мучили в Грузине совести. Но это было позднее. А вообще, что можно сказать об общественной реакции на это покушение? Ну, в целом, негативное. Негативное, хотя Столыпина и либеральные революционные круги его к тому времени уже ненавидели, и там было основание к нему так относиться. Были очень жестокие подавления Кронштадтского и Святборского восстания, но, конечно, такие действия вызвали негативную реакцию. В общем, в значительной степени даже в революционной среде. Даже в революционной среде. Там после этого было еще два события, вот если максималисты 5-го, 7-го. Это экспроприация в фонарном переулке. Относительно удачная, кстати, относительно удачная и менее кровавая на фоне всего того, что было. Дело в том, что деньги очень быстро сошли на нет в организации. Благодаря тому, что Соколов туда принимал очень часто всех, кого угодно, было много хищений. То есть люди получали какие-то деньги, было много хищений в организации. Но вот, и деньги сошли во многом на нет. И потребовались новые деньги. И 14 октября 6-го года была проведена экспроприация в фонарном переулке денег Петербургской портовой таможни. Значит, было похищено около 400 тысяч рублей. Ну, детали... Не успею рассказать. Могу себе... Ну, там с бомбами тоже, я так понимаю. Бомбами. С стрельбой это все было. С бомбами, со стрельбой. Были бомбы, брошенные под лошадей. А потом бомба под лошадей кареты и под лошадей, сопровождавших шести жандармов. Ну, никто не погиб, были только раненые. Значит, потом была схвачена сумка с деньгами. Ну, там несколько было сумок. Одно не удалось забрать. Переданная специальную карету, где сидела довольно красивая дамочная на организации, Адель Каган. И она, и свой избойщик. И они увезли эти деньги на конспиративную квартиру. На участников нападения часть поймали, и семь человек были, значит, казнены, повешены. Семь, ну, шесть лиц, которые напрямую поймали, часть скрылась, там двое погибло. Погибло трое дворников. Один дворник сразу умер на месте. Кто пытается задержать дворники, это фактически полицейские чины, это непосторонние. Но вот, один дворник погиб сразу. Из числа правительственных лиц, связанных с правительством, двое умерли потом от ран. Двое боевиков погибли. Четырех задержали сразу, еще двух в этот же день. И еще двух, два тогда, к тому времени, были выслежены. Судили их 16 октября. Восемь человек повесили в Кронштадте. В том числе, среди повешенных был Виноградов. Один из лидеров организации. Вообще, к тому времени, у Герасимова появился в БОМ, у начальника охранного отделения Петербурга, появился в БОМ свой агент, который, собственно, и выдал всю организацию. Ну что ж, здесь мы ставим не точку, а многоточие. У нас в гостях был историк Григорий Кан, вел передачу Михаил Соколов, и будет продолжение этой интереснейшей истории в следующем нашем выпуске программы «Цена революции». Продолжаем? Давайте пару минут переродим. Да, минутку сейчас подождём, до 52 минуты тогда остановимся. Логично. Мне нужно сказать, что Соколово схватили, казнили. А, так это мы начнём тогда. То есть, это не значит, что на 17-й год? Нет, 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 нет. Просто я не... Потом конференция первая? Да, ну вот всё, расскажем. Мы посмотрим, как у нас пойдёт. У тебя что-то начало очень затянул. Ничего страшного. Нет, ничего страшного, нормально всё. Я думаю, что мы можем просто посмотрим, может быть, мы порассказываем, там, глядишь, 17-й год у нас. В короткой какой-то будет версии, а потом мы ещё можем что-то записать даже. В 17-й короткой было бы жаль всё-таки. Ну, посмотрим, посмотрим. А тут именно вот нельзя больше два раза по 50, больше нельзя. Ну, пока у нас просто технической возможности нет, потому что за нами там очередь стоит. Ну, вы можете вырезать там какую-то лишнюю часть. Нет, нет, нет. Ну, сейчас мы начнём вторую часть. Что как-то я могу, я попытаюсь тогда, не знаю, за 10 минут закончить 5-й, 7-й и дальше 40 минут, 17-й. Ну, хорошо, хорошо. Потому что как-то… Ну, не знаю, можно так не давить, можно там чуть-чуть. Обрывать не хочется. 15-й и потом… Ну, больше я просто больше буду подглядывать там больше. Никаких проблем нет. Тут я как-то его более-менее помнил. Сейчас только я разложу тогда. Что-то я затянул начало. Нет, 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 всё было очень интересно. Какие-то такие детали. Не надо… Всё очень хорошо, темп хороший, люди это услышат. Вот. Ну что, мы готовы, значит, через полминуты начинать? Как там? Сейчас мне… Да-да-да, вы пока раскладывайтесь, мы ровно через 30 секунд я начну, так сказать, вещать. Так, про теракт остальное не говорить, да? Ну, что-то скажите, так сказать, по ходу, и всё обозначим. Компать 17-й год не хочется. Хорошо. Я, собственно, его и готовил, конспектировал. Просто я знал более-менее 17-й год. Это просто обидно. Это отложится, там работа. Поехали. Готовы? В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». В нашей студии историк, кандидат исторических наук Григорий Канн. Мы продолжаем разговор о максималистах, такой малоизвестной структуре. Я не знаю, можно ли правильно назвать партии или нет, но она называлась «Союз социалистов-революционеров-максималистов». И остановились мы в прошлый раз на 1906-м годе, рассказали о покушении на Петра Столыпина, взрыве дачи министра, премьер-министра на Аптекарском острове, о экспроприации в Фонарном переулке, когда было захвачено полмиллиона рублей. Собственно, добрый вечер, Григорий Семёнович. Вы остановились как раз на том, что полиции удалось в эту организацию, так сказать, заслать или перерабывать кого-то, заслать своего агента. И что дальше происходило? Значит, ну он, этот человек, его роль долгое время была затушевана, потому что не было известно. Думали на другого человека, Семёна Рысо, который затеял рискованную игру с полицией, как-нибудь, может быть, когда-нибудь об этом подробно рассказать. И упустили из виду историки человека, которого звали Владимир Гейте. Вообще, вот, был, с одной стороны, максималисты Соколов, они были, считали, что вот у них организация более демократичная, у них союз, а не партия, в неё легко вступить, всё демократично, нет бюрократии, мы не зависим ни от денег, ни от какого олигарха, а в результате получались свои минусы. Ну вот, от денег олигарха мы не зависим, но зато вот с помощью экспроприации деньги добываем. Одна бескровна, а вторая вот уже с кровью, тоже как бы непонятно, где тут, где морально хуже. И принимали людей просто вот по знакомству, вот этот понравился, не проверяли. И вот так в эту организацию попал Владимир Гейте, который вообще был ремесленник и имел вообще уголовное прошлое. Но это всё не было проверено, что человек от сомнительных моральных правил, он понравился Семёну Рысу, одному из членов исполкома, боевой организации «Максималист», его провёл, дальше взял Соколов. И вот Гейте не сразу, но в какой-то момент он установил связь с полицией. Это непонятно, когда это произошло. Видимо, даже ещё до взрыва на Аптекарском острове, видимо, где-то в начале августа. И затем очень осторожно стал, не говоря, он был связан с петербургским охранным отделением, с начальником этого отделения, Герасимом, полковником, очень осторожно, не говоря, что он член БОМ, говорит, что он просто личный друг Соколова, и что-то такое у него узнаёт, стал понемногу сообщать информацию об отдельных максималистах. В результате с конца августа началась слежка за одним из максималистов, членом БОМ, который указал Гейте. И постепенно через него, а у Герасимова были очень хорошие филёры, он вышел на большинство членов. И к моменту ограбления в Фонарном переулке вообще уже большая часть организации была прослежена. Более того, Гейте даже сообщил, что будет ограбление, и даже сказал, когда. Но он не знал, там было несколько отрядов при БОМ, он не знал, какой отряд будет грабить, он не был связан с этим отрядом, не знал точный день. И в результате, даже зная, что это ограбление будет, Герасимов не смог его предотвратить. Но, тем не менее, Гейте сообщил масса всяких сведений о организации. И при этом актёр был хороший, он продолжал пользоваться полным доверием. Тем временем, после ограбления в Фонарном переулке проходят конференции максималистов с 10 по 24 октября. Это они в Финляндии собрались? В Финляндии, Аба. Где программа, она не была принята там, но были приняты резолюции. Программа только в 17-м принимается. Значит, резолюции какие основные? Ну, во-первых, что мы ориентируемся на так называемый трудовой народ, триада, пролетариат, трудового крестьянства, трудовая социалистическая интеллигенция. Социализация не только земли, но и орудия производства. Партизанская война в деревне. Безусловно, отрицательное отношение к парламентаризму в рамках буржуазного строя. Идея всеобщей стачки. Экспроприации. Экспроприации государственных капиталов без ограничений, а вот частных капиталов, это вызвало возражение. Только с согласия Центрального исполнительного бюро, это орган руководящий, 17 человек с участников конференции было за, 16 против. Значит, руководство Центрального исполнительного бюро от 5 до 7 человек, восьмой член от БОМ. Ну, в общем, программа не была принята, а были приняты тезисы. Ну, естественно, вот социализация земли, фабрика. То есть, революция и немедленный социализм. Ну, не совсем немедленный. Появился тезис, что будет промежуточный этап перед социализмом. Это называемая трудовая республика. Значит, более подробно концепция трудовой республики была разработана в 1917 году. Это вот, там даже первоначально рассматривался вариант её реализации через учредительное собрание. Но в 1917 году там, и вообще не совсем понятно, кому будет принадлежать фабрики и заводы. То есть, тоже это было разработано в 1917 году. Была принята концепция, что трудовая республика – это вот высший орган, это Центральный совет труда. Идёт снизу доверху – это Местный совет труда, Областный, Центральный совет труда. А руководство производством – это совет синдикатов. Синдикат низший уровень, потом советы областные и совет синдикатов труда общегосударственной в рамках трудовой республики. Все, естественно, органы избираются. То есть, в общем, вот такая система власти – что-то среднее между демократией и какой-то элементом, может быть, в чём-то тот анархизм, в чём-то трудовластие. То есть, из выборов была исключена при этом так называемый буржуазный элемент. В общем, позднее это была разработана вот такая концепция трудовой республики в 1917 году. В 1906 году это такие намётки были. Ну, они объявили себя уже протопартией, вот этим союзом, да? Партии они никогда не признавали. Они считали, что партия – это нечто такое бюрократическое, партии с максималистами они никогда не признавали. То есть, была конференция, там были резолюции, программы ещё не было. Ну вот, а тем не менее, дальше Гейда продолжает свою работу, и постепенно Герасимов исследивает всех, всех членов, основных членов БОМ. Соколов был арестован, да, а у Соколова планы грандиозные, причём все такие террористические, он как-то всё свёл к террору, за что его критиковали другие организации, другие члены организации. Ну, например, у него вот план взорвать в Петербурге департамент полиции. Тоже жестокие туда врываются, взрывают, у него все планы похожи один на другой, но вот, тоже, в общем, без учёта. Ну, в декабре 6-го года его арестовывают. 26 ноября, 26 ноября. Ну вот, и ещё у него был план убийства Николая II, нападение на Петергов во время парада с взрывом одного из Петерговских дворцов, чтобы уж точно наверняка убить Николая II. И в тот момент очень большую роль в организации начинает играть Климова, собственно, осуществление обоих этих планов, и департамент полиции, уже ставший к тому времени подругой Соколова, Бродская, к тому времени он расстался с Бродской, она была обвинена в хищении средств, непонятно было или нет, и уехала за границу. И Соколов, гражданской его женой становится Климова, и Климова должна была руководить осуществлениями обоих этих терактов, он ей очень доверял. Она стала правой рукой. Но полиция оказалась быстрее. Соколова арестовала 26 ноября, причем было известно его, а еще раньше, 29 августа, в Москве был арестован Мазурин, и 1 сентября 2006 года повешен, я забыл сказать. Мазурин остался в Москве, повешен 1 сентября 2006. Значит, 26 ноября подходит к Соколову нищий старик, знали физическую силу Соколова, и навязчиво просит у него милостыню. Соколов полез в карман, в это время нищий схватил его за руку. Сзади налетели какие-то там молодцы, ну, естественно, полицейские. Соколов отшвырнул нищего, сбросил охранников, схватил револьвир, но охранники налетели снова, повалили и скрутили руки. Это было 26 ноября. 1 декабря Соколова судил военно-полевой суд, 2 декабря он был казнен. А вот как объяснить поведение властей? Вместо того, чтобы расследовать деятельность видных террористов, их тут же тащили на казнь. Это же, в общем, абсолютно нелогичное поведение. Ну, запугивание, с одной стороны, с другой стороны, они же теряли какие-то нити, возможности. Вообще, это как-то очень похоже на некие современные события, типа Норд-Оста и так далее. Ну, вообще-то... Как будто обрывали нити к своим людям. У Герасимова Гейда был в бомбе, он и так всё знал, что ему нужно было для расследования. Это как раз... Ну, во-первых, это, конечно, скорее всего, угождение Столыпину, который после взрыва на Аптекарском острове ненавидел максималистов, совершенно дикой ненависти. Да, это понятно. Да, понятно, что он желал их всех побыстрее убить. А во-вторых, у Герасимова был Гейда, так что об омбе он всё знал. А потом появились ещё несколько агентов. Зачем ему, собственно? Ну, что, в 1907 году их всех переарестовали, в конце концов? Ну, не всех. Значит, вслед за этим через 4 дня была арестована Климова, которые по ряду причин сохранили жизнь. И она получила пожизненную каторгу. И в конце 6-го, в первой половине 7-го, костяк организации был арестован. Там ещё один агент внедрился в бомб, и он выдал часть этой организации. Бомб прекратил окончательное существование в июле 7-го. Активные максималисты были арестованы частями, оперировали за границу. За границей ещё один член бомб, будучи без денег за границей, но по другим данным, по идейным соображениям, там непонятно, предложил услуги охранке, и в результате бомб за границей освещался. В общем, уже не бомб, а максималист. Освещались за границей этим человеком, Фёдором Дорошко. Ещё были завербованы несколько человек. В общем, максималистская организация существовала за границей до 2011 года, и там в разный момент работало три полицейских агента. То есть, под Болхаком они были полностью. В общем, в подполье можно встретить только провокаторов. Скажите, а что вы знаете о брошюре «Очистка человечества», о которой пишет полицейский генерал Спиридович, некого Павлова, что, мол, это теоретик максимализма, предлагал полное уничтожение всех представителей расы, так сказать, властвующих и эксплуататорских элементов общества, и, так сказать, проповедовал грандиозный массовый террор. Это фейк, или это всё-таки была реальная какая-то фигура? Реальная, да, я специально ожидал этого вопроса. Значит, это личное мнение, под псевдонимом Павла вскрывался Михаил Александрович Гальгард, сын автора «Письма из деревни», действительно теоретик близкий к максималистам, «Очистка человечества». Это Чернов в полемике с максималистами обратил внимание на эту брошюру, резко их критикуя. Это личное мнение Гальгарда, который был достаточно любопытный человек и теоретик, но с довольно безумной мидией. Ну да, истребить как тараканов женщин, детей и всех, кого захочется. Не совсем так. У него в идее, что значительная часть людей, склонных к жестокости и насилию, они неисправляемы, никакого воспитания не может их исправить, что если эволюция жестокости происходит, то только утончение разных форм жестокости. У него есть достаточно интересная, кстати, работа «Прогресс как эволюция жестокости», где он выступает как моралист, а в этой работе получается, что он в своем морализме становится им моралистом. То есть, в конечном счете, вывод из работы «Очистка человечества», что вот значительная часть людей склонны к жестокости и насилию, и вот никакой дальнейший прогресс невозможен без истребления этих людей. Ну вот товарищ Сталин мог воспользоваться такими замечательными работами. Ну, я думаю, что Энгельгард без Сталина к этим людям отнесся. Но это были… там не говорится, как истреблять что, просто что есть такая, как он условно называл, моральная раса, которая использована настолько, что их надо истреблять. Но это были личные безумные идеи Энгельгарта. Никогда это не входило ни в какие резолюции максимализма. Ну, знаете, если это соединить с практической деятельностью максималистов вот с такими жуткими терактами, то это, в общем, выглядит все, как такая какая-то античеловеческая заговорческая организация. Ну, это не было идеями ни Соколова, ни Мазурина, никого из них. Да, они просто убивали. То есть, все-таки целью был Столыпина – не убить присутствующих на даче. Это вот такого идеи не было. Но, конечно, с другой стороны, такой, в общем, определенная жестокость была, но не исходящая из идеи Энгельгарта. Конечно, для Соколова, как написал один мемуарист, как он объяснял, все засевшие в этих дворцах, они все наши враги, а если враги, то почему мы должны с ними церемониться? То есть, такого рода да вещи Соколов говорил. И Мазурин тоже к представителям власти был, тоже считал, что вот городовых там надо истреблять. То есть, были эти идеи жестокие. Это Соколов ездил на извозчики и стрелял в городовых. Мазурин, Мазурин. Но это было после декабрьского восстания, очень жестоко подавленного. И вот эта вот ненависть к власти Соколова и Мазурина, вот эта жестокость, она не для оправдания, а для объяснения, она отчасти была, может быть, возвратной жестокостью, потому что очень жестоко было подавлено декабрьское восстание, и это могла быть реакция на это подавление, а не на какие-то там идеи людей типа Энгельгарда. То есть, у Соколова и Мазурина можно найти жестокие суждения и жестокие действия, но Энгельгард был сам по себе. – Григорь Васильевич, давайте теперь, собственно, о том, как возродилась эта максималистская организация. Значит, вот где-то вы сказали, в 2011-2012 году она фактически прекратила из-за границы свое существование. А что происходит в 2017 году, когда была объявлена амнистия, наверное, уцелевшие, так сказать, участники этой организации вернулись там с каторги и так далее. Вот как они себя проявили в событиях революции? Значит, максималисты действительно возрождаются вот в 2017-м году. Но тут следует сказать такой момент, что очень много максималистов, участников событий 5-го, 6-го, 7-го годов, они, когда после февральской революции, они не вернулись в максималистские ряды. Очень, ну, достаточно многие, особенно члены БОМ. То есть, для многих максимализм с их радикальными взглядами и действиями, в общем, была болезнь юности. То есть, часть, кто уехал за границу, они там и остались и вообще отошли от всякой политики. Многие, отбыв каторгу, отошли от всякой политики. Многие ушли в более умеренные структуры, причем довольно видные фигуры максимализма. Ушли к эсерам и даже чаще всего были правыми эсерами. То есть, были самые разные судьбы. То есть, максималисты 2017-го года, там какие-то были старые кадры, но очень многие деятели максимализма 5-го, 7-го, они очень далеко отошли от идей максимализма. Ну, скажем, вот даже очень крупные фигуры 5-го, 7-го, которые были ключевые. Скажем, Климова в 17-м году, будучи во Франции, занимала очень умеренную позицию даже для нее. Февральская революция, то, что произошло после февральской революции, многое ей не нравилось. Разбойные действия, насилие после февральской революции, которая была. Есть выражение о том, что происходит в России, это всероссийский кошмар. Ну вот, и не только. То есть, многие изменили свои позиции, заняли более умеренные позиции. Но часть максималистов осталась старых, появились новые максималисты, и они появляются в 17-м году. Причем, если вот в 5-м, 6-м, 7-м в трудах максималистских теоретиков выдвигалась идея, что парламентаризм абсолютно неприемлем, что мы антипарламентарии, хотя были рассуждения, что учредительное собрание тем не менее может воспользоваться, то в 17-м году первоначально у максималистов достаточно мирный настрой. То есть, учредительное собрание, правда, желательно, чтобы социальные преобразования были до учредительного собрания, а оно уже как бы санкционировалось социализацию земли и фабрика заводов. И вот у Ривкина рассуждения такие с намеком, что вот если пройдет элемент, который будет против социализации земли и фабрика заводов, значит, буржуазия обманула народ, но я не допускаю, чтобы у нас было такое учредительное собрание, которое пойдет против воли народа. То есть, такие намеки, что же делать дальше с учредительным собранием перевыбора, что ли. Ну вот, то есть, учредительное собрание, отношения противоречивые, как, кстати, и в 6-м, 7-м. Но в целом никакой особой активности максималисты в 17-м не проявили, никаких вооруженных восстаний против временного правительства первоначально не устраивали, то есть, первоначально они настроены относительно мирно. А кто ключевые фигуры становятся? Ключевые фигуры, как харизматических лидеров наподобие Соколова вновь не возникло. Из старых людей, из старых максималистов играет ключевую роль Арон Зверин, Григорий Нестроев, Григорий Ривкин, Фердинанд Светлов. Ну вот это, пожалуй, наиболее такие видные фигуры. Бердников. Но это все из старой гвардии. То есть, руководящая звено, это была старая гвардия максималистов. Еще и с тех времен, но тогда эти люди были известны, но все-таки руководителями уровня Соколова не было. Вообще, харизматических лидеров уровня Соколова не появилось в 17-м году. Значит, дальше вот принимается, в октябре 17-го принимается программа максималистов, о которой я уже говорил. Вот Советы Труда, Советы Синдикатов Труда, Советы Труда – это воля народа. Это еще до Октябрьского переворота? Да. 15-21 октября 17-го года принимаются эти все программные положения. И в октябре происходит такая некоторая радикализация максималистов. То есть, у них появляются некоторые вещи, которых у них раньше не было, в частности появляется, раньше в целом этого не было, а появляется усиление роли государства. То есть, все капиталы экспортируются в пользу государства. И появляются какие-то этатистско-авторитарные моменты, которые в целом для раннего максимализма не свойственны. И появляется идея всеобщей трудовой повинности. В октябре 17-го такая радикализация максималистов. И что Временное правительство, его надо свергать, оно проводит политику в интересах буржуазии. Ну, то есть, получается, что вот в этот момент максималисты становятся прямыми союзниками большевиков, а этот союз как-то вот он формально закреплялся, или это было просто взаимодействие в рамках Советов. Взаимодействие вот в рамках Советов, в рамках вообще разбития революционного процесса. Но и в этот момент вот появляется потом в мае 18-го, значит, максималисты поддерживают Октябрьскую революцию, поддерживают ВОВЦИК и в Советах поддерживают деятельность большевиков в тот момент. А за однородное социалистическое правительство они не выступали? Нет, нет, у них вот резкая радикализация в октябре 17-го. Принимается проект Конституции Трудовой Республики, и в этом проекте еще более усиливаются такие вот, ну, не очень-то демократические вещи, например, там, уничтожение общественной регламентации, распределение благ, например. Появляются такие моменты, что Трудовая Республика стремится к наибольшему равномерному удовлетворению всех потребностей, однако допускается неравенство и даже лишение права на жизнь для лиц, не несущих трудовой повинности, для врагов трудового народа. То есть, появляются такие вещи, которые раньше у максималистов не было. Вот это подчеркивание трудовой повинности, как так сказать. Ну вот, то есть, появляются какие-то такие жесткие пункты, действительно, близкие к большевикам. Но вместе с тем, с самого начала были разногласия. А какого рода? Максималисты считали, что Советы советами не должны руководить партии. То есть, Советы должны напрямую управляться представителями народа, свободные выборы в Советы всех участников трудового населения. То есть, в тот момент уже начинаются разногласия, что большевики начинают руководить Советами, чьи свои партийные фракции. И вот такого рода разногласия. Потом, все-таки у максималистов, даже в эти годы, даже в это время, они подчеркивают необходимость свободы совести, слова, печати вот в Конституции Трудовой Республики. Тем не менее, такие пункты в чем-то противоречия. Они это подчеркивают. Свобода совести, свобода частного искусства, частного печатного слова. Хотя вот допускается исключение для лиц, не несущих правового повинности, врагов трудового народа. То есть, с одной стороны, вроде такие жесткие пункты, с другой стороны, такие элементы общедемократических каких-то идей. И подчеркивание идей самоуправления в Советах. Одновременно, вместе с тем, бывает в некоторых случаях, вот если брать действия максималистов на местах, то в некоторых случаях максималисты даже выступали радикальнее большевиков, считая, что вот большевики не экспроприруют предприятия у буржуазии, а вот только устанавливают рабочий контроль. То есть, в экономическом плане за полная социализация производства. Кстати, в этот момент первые зачатки разногласий большевики в ряде случаев выступали за рабочий контроль просто, а иногда за национализацию подчинений государству. В то время как у максималистов, что сами рабочие должны управлять предприятиями, это потом будет центральный пункт, а не центральный пункт разногласий, что должны управлять сами рабочие трудовые коллективы предприятиями. Это вот очень важный момент разногласий, он потом проявится. То есть, такие зачатки разногласий. Но, тем не менее, в целом максималисты в этот период более или менее следуют за большевиками, но это центральные максималисты. Скажите, а вот по отношению, собственно, к учредительному собранию, которое было избрано демократическим вполне путём и потом разогнано большевиками при участии левых эсеров, они одобрили этот разговор? Да, полностью. Да, к этому времени вот эта иллюзия, рассуждение, что учредительное собрание может поддержать социализацию земли, фабрик и заводов, она прошла, и вот это вот момент у Ривкина, что такие намёки, что если учредительное собрание поддержит буржуазию, то это будет плохо, но вот был сделан вывод, что раз оно вот не воплотило в жизнь максималистские идеалы, то значит, его можно разогнать. То есть, с идеей учредительного собрания, которое, в общем, максималисты даже в 1917-м не отвергали, они с идеей его разгона не согласились. То есть, вообще, у максималистов это проявляется и в 1917-м году, и даже отчасти раньше, какая-то фанатическая ненависть к буржуазии, к буржуазному капиталу, то есть, признаётся только мелкая частная собственность, мелкое производство, где не используется наёмный труд. То есть, тут какой-то элемент такого фанатизма, который не было, может быть, даже не у всех большевиков был, то есть, они тут радикальны. То есть, для них абсолютная вера в то, что стопроцентно, что любой буржуа, который использует наёмный труд, он обязательно эксплуататор, он обязательно присваивает, грабит, присваивает трудовую стоимость, прибавочную стоимость. То есть, на любой наёмный труд абсолютно аморален, то есть, это такая у них очень фанатическая жилка, которая очень сильно проявляется. Они тут более фанатичные, чем большевики. Никакого сотрудничества, никакого компромисса. Естественно, учительное собрание, которое против этого, не приняло за цивилизацию фабрика заводов, им не жалко. Значит, центральные максималисты, они, более того, они в тот... Это именно центральные разногласия с местными. Местные не совсем так себя ведут. Центральное бюро максималистов, Центральный совет, он идёт в сотрудничестве с большевиками и в оправдании действий большевиков гораздо дальше, чем левые эсеры. Левые эсеры никогда не оправдывали красный террор, не поддерживали, не говорили. А максималисты? Максималисты на уровне Центрального совета вплоть до декабря 1918 полностью поддерживали красный террор. Принимались резолюции после покушения на Ленина, а не о массовом красном терроре. Была статья совершенно жуткая Каратова, наша позиция, 7 октября 1918, где написано абсолютно в большевистском стиле, что красный террор всем врагам народа, буржуазии, всем её прихвостням. И на местах были такие резолюции. То есть, где тут, как это сочеталось с пунктами свободы слова, совести, печати, права на жизнь, ну, вот сочеталось, да, там, врагов народа. То есть, максималисты шли в поддержке, Центральный совет максималистов шёл в поддержке большевиков гораздо дальше, чем левые эсеры. Более того, Центральный совет максималистов осудил левые эсеровские мятеж. Разногласия были в кавычках, я бы сказал, вступления. Да, то есть, они пошли, Центральный совет шёл дальше с большевиками. Правда, резкие были выступления против Брестского мира. То есть, по Бресту они были против, да? Против, но не в такой какой-то такой резкой форме, как левые эсеры, но были против. И переход максималистов, постепенный переход максималистов в оппозицию, он где-то, именно Центрального совета, он где-то в декабре 1918 года проходит. На местах ситуация была сложнее. А что там было? Значит, были несколько мест, где у максималистов были очень сильные позиции. Ну, вот два места. И там иногда максималисты занимали более оппозиционные позиции по отношению к большевикам, расходясь с Центральным советом. Значит, два места, где были первые, где были действительно сильные максималистские организации. Вообще, ту нишу, сразу хочу сказать, что во многом ту нишу, которая у максималистов была в пятом, шестом, седьмом, её во многом взяли левые эсеры. То есть, максималисты в каком-то смысле появление левых эсеров, они заняли вот ту нишу, они оттеснили максималисты. Это логично, собственно. Да. То это была одна часть раскола влево, теперь другая часть, более массовая. Да, и добавок ещё у максималистов было мало ли. Лидеров настоящих в тот момент. Но, тем не менее, были, хотя бы между левыми эсерами и максималистами были расхождения в 18-м и по разным вопросам. Но вот. Но в некоторых местах у максималистов были позиции очень сильные, более сильные, чем левые эсеры, и серьёзные. Это Самарская губерния, и это Удмуртия, но это тогда была часть Вятской губернии. И вот там очень интересно было. Значит, в Самаре у максималистов было несколько сильных лидеров. Это были три человека. Это был Кузьмин Василий Андреевич, Константин Гитсольд и Алексей Яковлевич Дорогойченко. Они вели за собой значительную часть рабочих и крестьян Самарской губернии. Значит, и входили в советы, и городской совет Самары, и губернский, и имели там сильные позиции. Был создан совет губернских комиссаров Самарской губернии, и Дорогойченко там был комиссар земледелия, а Кузьмин – комиссар финансов. Причем любопытно, что в январе 1918-го большевики и максималисты вместе участвуют в распуске организаций другой социалистической направленности. В частности, продовольственные организации распускают вместе губы с полком, куда входят максималисты и большевики. А Дорогойченко лично разогнал губернский крестьянский съезд, который был создан эсерами в январе 1918-го. То есть, первоначально они действуют вместе. Значит, приезжают в Самару в марте 1918-го лидеры максималистов Ривкин и Зверин. И дальше в какой-то момент, издаются максималистские газеты, в какой-то момент начинаются разногласия. Причем, отчасти разногласия вначале начались из-за большего радикализма максималистов экономических вопросов. В частности, один из максималистов, Гетцольд, например, предложил в феврале 1918-го немедленную конфискацию всех находящихся в частных руках товаров в городе, а также всех торговых предприятий, и запретить торговлю, организовать прямой товарообмен. Но довольно авантюристское предложение, которое привело бы к очень большим проблемам в городе. Большевики выступили более умеренно и отвергли это предложение. Потом вот разногласия по близкому миру. Потом у самарских максималистов собственный отряд коммунаров, что тоже не нравилось большевикам. Но затем начинаются разногласия и по другим вопросам. В частности, в марте 1918-го Дорогойченко, один из лидеров самарских максималистов, критикует большевиков за партийные засилия в Советах. Но вместе с тем в тот момент максималисты и самарские начинают, между прочим, в тот момент они занимают достаточно радикальные позиции, потому что допускают в их резолюциях, они говорят, что когда буржуазия объявила войну всевласти Советов, то может быть ответ вплоть до применения самого беспощадного политического террора. Еще большевики это не говорят, а максималисты говорят. То есть в тот момент в чем-то более радикальные позиции. Но затем начинаются сильные разногласия, потому что максималисты выступают за пропорциональное представительство в Советах, особенно в ГОП и в полкоме, две трети крестьянам, а одна треть рабочим. Соответственно, крестьяне получают больше мест, большевикам это не нравится. Потом на выборах в ГОП и в полком в начале апреля 2018 года максималистов в союзе с левыми эсерами вообще получают большинство. А в Самарском горосполкоме, в городсовете большинство было большевиков. То есть появляются два центра власти. И дальше начинается противостояние, причем идет спор о подчиненности, причем максималисты выступают за большее влияние крестьян, учет мнения крестьян. А они против комбедов выступили? Еще комбедов не было, это позже. К тому моменту, когда появились комбеды, Самару вообще уже захватил комоч. Но против комбедов максималисты в Центральный Совет не был сторонником комбедов, но не выступал так резко, как левые эсеры. Именно в Центральном руководстве, а вот на местах более резко. Значит, и в апреле 1918-го дело завершается просто столкновениями между максималистами и большевиками, потому что большевикам не нравится вообще влияние максималистов в губы с полкоми. И то, что они ведут себя независимо. Первая волна репрессий со стороны большевиков – это с 6 по 9 мая 1918-го, когда были закрыты максималистские газеты, и был погром в Самарском исполнительном бюро максималистов. Разоружение дружинников, якобы они терроризируют население, что может быть было, но большевиками явно преувеличено было. А потом было новое столкновение уже в мае, связано было с тем, что большевики… Мы будем бороться с выступлением Дутова, и начало к тому времени, Атаман Дутов выступил, они потребовали, большевики захотели реквизировать у избойщиков всех лошадей. Избойщикам просто не на что было жить, и максималисты присоединились к этому выступлению. И вдобавок присоединились к этому, появились какие-то люди-авантюристы с антисемитскими лозунгами. И штаб большевистский отменил приказ реквизиции лошадей. И был послан объявить об этом представитель штаба еврей, который был убит каким-то антисемитом, когда он об этом объявлял. И в этом обвинили максималистов большевики, хотя не имели к этому никакого отношения. И после этого большевики максималистов разоружили, была непродолжительная перестрелка, был убит один и ранен один максималист. И все отряды были разоружены, были вызваны представители. И был, да, более того, потом пришел большевистский комиссар Кадамцев и просто приказом распустил ГУП-исполком, где просто избранное населением ГУП-исполком, которым просто приказом был распущен, которым руководили максималисты. Это в каком времени, 18-го? Это 20 мая 18-го года. В мае 18-го здесь серии репрессий против максималистов. Совершенно, конечно, беззаконный акт, потому что избранные советы, тогда это бы долгое время казалось, что все-таки такая советская демократия. И вдруг большевики распуходят совет, где просто не они контролируют. Под предлогом, что вот максималисты имели отношение к этому убийству этого представителя штаба еврея, максималисты, конечно, не имели к этому отношения. После этого были закрыты максималистские газеты, и максималисты были вытеснены из всех структур советских Самары. Но любопытно, что прошло буквально несколько недель, приблизились Чехи к Самаре, и большевики тут же обратились к максималистам, ну, ребята боевые, что можете собирать отряды, защищать советы. Прагматичная политика. Да, тут же они их разгромили, очень много на это потратили весь май. А в конце мая, что даже предоставили им, возможно, защищать советы. Ну вот, после захвата, ну, максималисты пошли, да, максималисты готовы были примириться, самарские. После захвата Самары Камучим, часть максималистов была арестована, часть ушла в подполье. После освобождения Самары большевики, максималисты были легализованы, но большевики на них давили. В конечном счете, большинство самарских максималистов не проявило твердость. Кто-то отошел, кто-то вступил в большевистскую партию. Ну вот, более твердой и более, может быть, чем-то интересной была ситуация в Дмуртии. Вот тут это, пожалуй, оказалось, там были очень более крепкие максималисты, и возглавлял их такой очень интересный человек Федор Федорович Кокаулин. И они часто занимали позицию, расходящуюся с Центральным Советом. Вот вкратце о максималистах. Но это была Ижевск, Водпинск, Сарапол, это были части Вятской губернии, потом Вятской области. Значит, первоначально, в общем, там в Сараполе вообще во главе исполкома Советов стоял максималист. В Ижевске, хотя во главе стоял большевик, влияние было максималистов. В Камбарске председатель Совета был максималист. Была создана Красная Гвардия. Значит, максималисты, ну, условно, в Удмуртии, тогда не было в Удмуртии, они занимали первоначально очень радикальные позиции. Рост учительного собрания бы оправдывали. Значит, ну, конечно, им очень понравилось, заводы взяли рабочие в свои руки. А какую позицию они заняли, вот это, по-моему, самое важное, во время рабочего восстания в Ижевске и Водпинске? Ну, это восстание, которое уже поддержало комучита. Да, конечно. Ну, давайте чуть-чуть позже, я не могу сразу это сказать, это надо довести. Значит, там максималисты имели там немалое влияние, и более того, в общем, первоначально занимали очень радикальные позиции. А затем произошло следующее. 26 февраля 1918 года, в общем, там были рабочие, но об этом Прайсман хорошо рассказывал, там были рабочие, достаточно обеспеченные, с частным хозяйством, и они быстро разочаровались вообще в радикальных настроениях. И на выборах 26 февраля 1918 года победу одержали беспартийные. А реально это фактически были люди, ориентировающиеся на эсеров и меньшевиков. То есть в Ижевске фактически пришла к власти оппозиции. И большевики в тот момент это признали. А максималисты заявили, нет, это буржуазия, нет, мы против. Создали Красную Гвардию, у них была к тому времени Красная Гвардия. И максималисты стали заявлять, что мы не будем признавать этот совет в Ижевске, мы не признаем, мы будем бороться и с эсерами, и с меньшевиками, и большевиками. И в результате большевики поступили очень хитро. Они заявили, а большевики признали вроде как победу оппозиции, что максималисты они мешают всем, они против всего совета, и мы их разоружим, мы их подавим. Вроде как выступают как вместе с меньшевиками эсер. То есть большевики вот так вот, под таким соусом решили максималистов разоружить. И это произошло в апреле 18-го, непосредственно 20-го апреля. А максималисты в тот момент считали, что у них достаточно сил, чтобы раздавить эсеров и меньшевиков и противостоять большевикам. И большевики при поддержке Ижевского совета смогли, создали специальный штаб, и смогли, была небольшая перестрелка, и они смогли, максималисты сдались, не хватило у них сил. И было арестовано от 120 до 200 человек, и максималисты были разоружены. Правда, суд был мягок, большинство было оправдано, наиболее активно отправлено в Казань. То есть большевики вроде бы как действовали от общего ряда демократии, от общей демократии, от общедемократических принципов. Максималисты вроде загнаны в подполье, ситуация для них ухудшилась, но дальше большевикам понадобилось убрать теперь Ижевский совет. И когда в июле 1918-го уже началось выступление Чехословацкого корпуса, вдобавок еще максималисты жаловались в овцы, а максималисты ослаблены. Большевики, которые только что от имени всеобщего Ижевского совета разоружили максималистов, они с ними объединились, с остатками максималистов, и состоялись совместные митинги, и затем они вместе просто пришли, их дружины, и разогнали Ижевский совет. То есть сперва они раздавили максималистов как крупную силу, а потом заключили с ними союз в июле 1918-го, с ослабленными уже вместе с ними разогнали Ижевский совет. Но затем Ижевско-Воткинское восстание, приход к власти прокамуческого правительства в 8-го августа берут Ижевск-Камуч. Естественно, максималисты и большевики уходят в подполье. Ну вот теперь, собственно, о событиях, может быть, коротко о последующих. Во время Гражданской войны партия максималистов или союз максималистов, она, в общем, такой младший партнер большевиков. Политика большевизма гибельна, вот тут такая цитата у меня есть из Светова, но открытая борьба против них немыслима, поскольку превратится в борьбу с советами, так? Это позиция Светлова, но она не отражала в 5-й партии. Значит, дальше происходит очень интересная вещь. Где-то с декабря 1918-го максималисты начинают переходить в оппозицию к большевикам, всё большую и большую. И, в частности, вспоминают о каких-то вещах, которые они не отвергали никогда, но они начинают на этом акцистировать внимание. И эта оппозиция всё более и более усиливается в течение вот 1919-го года. Причём образуется в рядах максималистов группа из трёх человек, вот Светлов, Бертников и Архангельский, которые выступают за союз с большевиками и в конечном счёте вообще уходят из максималистов, из СССР. И потом они вообще вступают к большевикам, причём уходят не очень красиво, забрав с собой часть партийной, часть кассы союза. Ну, идейные они были или просто конформисты, ну, сложно сказать. А остальные? Значит, а большая часть максималистов в руководстве и особенностью Тудмуртских, они становятся всё больше и больше оппозиции к большевикам. Причём вот тут очень характерный такой момент. Это не строя крупнейший максималистский теоретик. Он максимализм и большевизм, у него такая большая работа. И очень резкая оппозиция. То есть, максималисты, акцент внимания, значит, критика, ну, за что основная критика? Во-первых, что советская власть, советская, так называемая, демократия ликвидирована, советами руководят большевики. То есть, никакой демократии трудовой нет, демократии трудового народа. Ну, вот, этот момент я зачитаю чуть-чуть, есть ещё, наверное, да, минут 15-20. Значит... Восемь. Восемь. Ну, вот, государство без полиции превратилось в государство с полицией, государство без чиновников превратилось в чиновничье государство, государство с максимумом легальности превратилось в государство беззаконие, государство без насилия над массами превратилось в сплошное над ними издевательство. То есть, идёт критика большевиков за ликвидацию демократии и за подавление свободы, за смертную казнь, за аресты, то есть, общедемократическая критика.